Ну что, друзья, нам бы с вами день, как говорится, постоять, да ночь продержаться. Мне кажется, эти слова как никогда лучше подходят в качестве девиза для нынешнего состояния фондового рынка. После прекрасного закрытия прошлой недели, когда все фактически попытки коррекции были съедены, рынок восстановился, виток вот этот микрокоррекции рынок массово не поддержал закрытиями позиций, снятиями прибыли, все движение вниз захлебнулось, не успев начаться. И теперь первый, собственно, день уже новой недели дал небольшой пока, но тем не менее устойчивый прирост на индексах S&P, NASDAQ, пошли наконец и акции техов вверх. Постепенно, не так быстро, как, скажем, ритейлеры или банки. И тем не менее, вот если еще где-то сутки другие новые недели, без срывов, без новых попыток соскользнуть всерьез, проведет рынок, то полагаю, что нам и дальше можно будет нормально рассчитывать, что пойдет уже борьба за высокое закрытие мая. Последние остатки, как говорится, медведей в этом случае погонятся рынка в хвост и в гриву. И первые пару недель, как минимум июня, тоже в этом случае могут быть завершены успешно и на позитиве. Разные сегменты рынка, естественно, ведут себя по-разному. Мы сейчас немножко об этом поговорим. Но в целом подчеркну, что акции банков чувствуют себя лучше, наверное, всех в среднем. То есть великолепная четверка американских банков, состоящая из JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley. Три из четырех этих акций уже вновь обновили, еще раз переписали свои месячные пики. То есть исторические пики, они же пики месяца. Вероятно, банки готовы и к новым доблестным подвигам, поскольку не только здесь инфляционная спираль работает на размер оборотов, выручки, но и пошел восстанавливаться интерес к кредитным продуктам. То есть ограничения, связанные с пандемией, слабеют. Вот, соответственно, стимулирующие чеки отходят, ну, видимо, уже в прошлое, возрастает спрос на кредиты. Вот, собственно говоря, компания, которая отслеживает эти процессы, одна из таких компаний, Metal Compre Media. Вот эта компания утверждает, что уже в марте было отправлено около 260 миллионов новых предложений от американских банков по кредитным продуктам. Ну, мы, в принципе, и по России здесь это видим, что явно банки активизировались. Но если у нас, в первую очередь, лояльным клиентам отправляют такие предложения тем, кто уже давно и успешно обслуживает свои кредиты, предлагают там рефинансировать их, ну, на якобы лучших условиях, как правило, там, к придаче какой-нибудь страховой еще дополнительно договор, который, в общем, съедает разницу в процентах, предлагается. Но при этом увеличение кредитных лимитов, многие люди на это идут или, скажем так, во всяком случае, интерес здесь явный. Ну, и он еще более широкий, вот этот процесс, он набирает сейчас силу в Америке. Соответственно, реклама банковских услуг усилилась на Facebook, на Instagram, на различных сайтах, подкастах. Это отмечает, собственно, вот те же компании, которые отслеживают эту историю. То есть банки чувствуют себя гораздо более уверенно, чем еще несколько месяцев назад, понимают, что в целом их кредитные портфели выстроили. Доля плохих кредитов, боялись, что она будет нарастать, она оказалась все-таки не так высока. И, собственно говоря, начинается вновь вот эта вот волна роста оборотов. Платежные системы, здесь видим, все прибавляют вновь, и виза, и медленно пока, ну, отталкивается одна своего вот недавнего локального донышка. Мастер-карт, PayPal, здесь можно тоже говорить. Что касается других секторов, здесь по большей части идет какой-то такой плавный, небольшой рост после такого же небольшого спада в тех секторах, где особо и не проседали. Например, ритейлеры. Там хорошо отчитались Walmart, они выше. Там хорошо отчитался Target, великолепная акция в американской розничной сети. Они тоже на новом рекорде. Кто-то уже, называется, за последние 12-15 месяцев и так прошло много. Там, например, такая компания, как Home Depot, продавец мебели и различные, так сказать, фурнитуры всевозможных приспособлений для удобства для дома, она не растет так сильно. Ну, то есть здесь каждый, как называется, кейс можно рассматривать отдельно, но в целом, как бы, не видно, опять же, где-то волн снятия прибыли. Восстанавливается быстро сейчас все, что связано с путешествиями, все, что связано с индустрией развлечений. Например, сеть казино MGM, здесь она и в Америке, и в Китае. Там акции прям буквально там пару дней подряд растут по 5-6%. Авиакомпании, американские, я на них больше обращаю внимание, потому что там все происходит быстрее. Вы знаете, что 14 мая еще Байден прилюдно снял маску, сказал, что все, ребята, кто вакцинированный, может не только не носить масок, может обниматься, здороваться за руку. И тут же демонстративно встретился с несколькими сенаторами, республиканцами без масок, те, кто тоже вакцинированные были. Ну, так сказать, там бывает, вот жена Байдена куда-то пошла на выставку или в торговый центр, помахала все маски, сказала, как хорошо без нее. Через 2-3 минуты ее снова в маске видели. Но факт то, что волна вот эта пошла, в Нью-Йорке разрешили тоже во многих местах вот этот вот, собственно, масочный режим, он начинает отходить. И люди, которые рассказывают, в Диснейленде недавно были, говорят, там вообще народ практически в американском Диснейленде без масок почти весь, мало кого можно встретить. То есть вот эти ограничения ослабевают, круизным линиям дают добро на то, чтобы они уже начинали с Аляски круизы. И с 4 июля предполагается, вообще, снятие многих ограничений там в Дню Независимости. Ну вот, в частности, круизы пойдут, видимо, уже и в Карибском море. Так что норвежские круизные, Royal Caribbean, все это тоже начинает расти. Ну и, собственно, на этой же волне прибавляет Боинг. К тому же пошла информация, что называется, как напишет рейтер, со ссылкой на людей знакомых ситуаций. Что ожидается увеличение заказов, то они уже есть там потенциально, вот эти заказы, на 737-е Боинги. Соответственно, Боинг, который опустился до 219 на волне вот этой коррекции, а одно из самых было больших, наверное, снижений среди акций, он уже вот на 235 в этом районе торгуется. Ну и все, что, собственно, связано с путешествиями, наверное, в принципе, мы понимаем, что это также влияет положительно и на нефтяные цены. Вот Goldman Sachs выпустил интересный прогноз, что выше 80 долларов за баррель они ждут марку Брэн до конца этого года, опираются на идею, что, собственно, от ОПЕК имеется прогноз. Сейчас ниже 94 миллионов баррелей в сутки идет мировой спрос, а ОПЕК прогнозирует 99, по-моему, и 6 десятых, то есть почти на 6 миллионов баррелей в сутки больше к концу года. Вот вообще первый квартал вот этого, текущего 2021 года, он даже дал, в принципе, небольшое снижение, там уже больше получился спрос, соответственно, уровень поставок в четвертом квартале 2020 года, но это и понятно, европейские локдауны, в Индии вот эти всплески, то есть замедления были, вот, соответственно, есть такие цифры, что по четвертому кварталу 2020 года 94,2 миллиона баррелей в сутки был спрос, а по этому кварталу, прошедшему, 93,3, но, тем не менее, несмотря на эти цифры, ОПЕК прогнозирует, что будет вот этот вот рост уже, по второму кварталу уже 94,9, то есть уже будет больше, чем в четвертом квартале 2020 года, по третьему кварталу ОПЕК ждет 97,9 миллионов добытых баррелей в сутки, к концу года, вот я цифру эту нашел, 99,74 миллиона баррелей в сутки ждет ОПЕК, ну, соответственно, если так и будет, то это получается, да, на 6,5 даже миллиона баррелей в сутки выше, чем сегодня объемы поставок, в связи с этим даже как бы немножко на второй план отошла тема переговоров вокруг Ирана, иранского эмбарго, вы знаете, что эти переговоры идут, шестерка стран, Иран мог бы, в принципе, да, согласиться на возобновление мониторинга, на то, чтобы свою ядерную программу поставить, ну, под контроль и ограничить, в обмен на то, чтобы ему официально разрешили больше делать поставок нефти, чтобы американцы сняли запреты, но насколько эти переговоры идут успешно, вопрос называется спорный, там потерячивые сигналы, то европейцы скажут, что вот-вот все хорошо идет, то сами иранцы скажут, что вроде американцы готовы снять с нас эти санкции, то потом парламент иранский говорит уже, ну, а пока что мы прекращаем программу доступа ООН к мониторингу, потому что там 3 месяца программа длилась, а срок ее истек, то есть пока ни о чем договорились мы не продляем, ну, понятно в принципе, что иранцы, может быть, не очень-то настроены с Америкой о чем-то договариваться, зная, как у них меняется настроение в принципе и в зависимости от администрации, то есть вот будут новые там предпарламентские выборы осенью 22-го года, уже могут там не утвердить какое-нибудь соглашение, а президентские 24-го, что и говорить, все же это время будет тормозиться ядерная программа, а уж там мирные они, немирные, это, наверное, не наше дело разбираться, но факт то, что даже если иранские объемы пойдут, это оценивается где-то в величину 1,2, максимум 1,5, может быть, миллиона всего баррелей в сутки, то есть это не такие большие прибавки по сравнению с тем, например, что ОПЕК прибавляет уже сейчас добровольно, вот по соглашениям, по квотам, но ОПЕК прибавляет практически столько же за 3 месяца, там тоже примерно 1,2 миллиона прибавка вот к июлю, ну и если действительно пойдет разговор такой, что ОПЕК свои прогнозы сохраняет на 6,5 миллионов еще прибавки, то вот Goldman Sachs, например, считает, что он где-то не меньше чем 2,8 миллиона баррелей в сутки, еще ОПЕК прибавит добычу, прибавит квотам, вот если такое дело, так сказать, пойдет, даже в этом случае это будет оказываться по цифрам ниже, чем мировой спрос, ну и, соответственно, в связи с этим, вот как раз и делает Goldman Sachs такой прогноз, что можно ждать дальнейшего увеличения цен, в принципе, все выглядит довольно логично, потому что там вообще сырье, металлы подорожали, там сельскохозяйственные, мы знаем, да, товары, здесь очень много подорожений в связи с обесценным самой единицей измерения еще, что доллара, что евро, ну, доллара в особенности, поэтому нефть вполне может повторить этот путь, который уже прошли, металлы, агропродукция, и многие на самом деле другие контракты на товарном, фьючерсном рынке, тем более, что сам вот уровень, который там вот обозначается 99, ну почти, да, уже 100 миллионов баррелей в сутки, если он действительно будет, это фактически и есть довирусный уровень, то есть, правда, цены тогда, если помним, вот в то время, так сказать, колебались, январь 20-го года, февраль, там, когда еще не были понятны все последствия вирусной истории, цены колебались в районе где-то от 55 до 71 доллара за баррель, 71 был, когда там Трамп с иранцами обменился как раз какими-то ракетами, непонятно, каким объектом там иранцы стрельнули, значит, соответственно, там уничтожили иранского генерала Сулеймани, вот это был всплеск, а так где-то было, ну, больше часть 55-65, то есть, можно, в принципе, предположить, что этот коридор поднимется за счет обесценивания дницы измерения и общей просто волны активизации перевозок всевозможных здесь и грузовых, и путешествий, и, в принципе, производственных мощностей, ну, скажем, 65-75, с возможными всплесками вплоть до, скажем, даже и выше 80, почему нет, всплески периодически мы такие наблюдаем, во всяком случае, тема об активизации иранских переговоров она привела лишь к тому, что до 64,5 котировки снизились по Brent и очень быстро вернулись на 68, то есть, нельзя сказать, что прямо это уже вот 64,5 дно, где все обрезают, но пока что, пока что это выглядит действительно так, поэтому нефть, соответственно, и компании энергетического сектора, нефтяные какие-нибудь возьмите, они выглядят даже, может быть, чуть недооцененными, хотя есть динамика роста определенного по этим бумагам тоже, то есть, вот еще один сектор, на который стоит обратить внимание. Полупроводники, я здесь, скажем, меньше специалистов, несмотря на то, что я по образованию физик, но вот в деталях, как современные эти технологии устроены, понимаю, меньше, прямо скажем, но все пишут о дефиците полупроводников, и, соответственно, неплохо растет общий индекс сектора полупроводников, обозначается аббревиатурой SOXX, вот этот индекс продолжает держаться высоко, ну и кто обращает внимание на отдельные компании, здесь и NVIDIA можно назвать, Micron Technology, вот о них на инвест-клубе спрашивали, одни из крупнейших игроков, тоже неплохо смотрятся в рост, хотя, повторюсь, здесь я глубоко, скажем так, вот этот сектор не анализирую, просто не могу не отметить, что это движение действительно пошло и пошло активно довольно. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео. Событие, которое называется «Нельзя промолчать». Это Virgin Galactic испытала благополучно свой корабль с людьми на борту впервые за два года. Вы знаете, что откладывались испытания. Я делал венчурную попытку этих бумаг. Как раз тогда, когда были сообщения, что Брэнсон продал 4% из своего пакета, и как раз эти бумаги подобрал по цене 21-22, где-то доллар за акцию. Да, они с тех пор снижались и глубже, и 15 успело побывать. Но это такая инвестиция венчурная. Сейчас уже стоит 25-27, но я думаю, что это постепенно дорога туда, куда-нибудь опять на 60-е и выше, где они были. Потому что успешные испытания. Здесь ещё и представляли в марте красивый новый корабль-носитель зеркальный, но не в красоте, что называется, дело. Главное, чтобы летал, хотя когда уже летает, и в красоте, конечно же, тоже. Вот сообщают подробности, что там все системы контроля были протестированы, собственно, задерживали это испытание из-за того, что техобслуживание нужно было самолёт носить, и провести, он был как бы, ну, относительно там старым. Соответственно, вот два пилота в самолёте-носителе, два человека, которые непосредственно в космическом корабле Юнити находились, всё, так сказать, взлетело, побывало в космосе. Корабль благополучно вернулся на Землю, покрутившись 12 минут над орбитой. Ричард Брэнсон предполагает отправиться первым уже в такой официальный туристический полёт, но до этого должно быть ещё два, по-моему, испытания пройти. Ну, вот теперь, видимо, некий график испытаний будет заявлен, когда он будет уже чётко заявлен, это может ещё дополнительно прибавить к стоимости акций. Пока что вот около 600 человек соокупили билеты на будущие полёты, но, по прочей части, это всё покупали давно, 250 тысяч долларов где-то там стоит полёт приблизительно. Значит, конечно, о новых сейчас поступлениях, может быть, о новых покупках речь не идёт, пока ничего не полетело, поэтому компания, собственно, не имеет новой выручки, какой-то прибыли, поэтому инвестиция остаётся венчурная. Но если учесть, что всё, что, по крайней мере, за что до сих пор Ричард Брэнсон брался, какие бы там риски не были, приключения у него с полётами на дирижабле, где его там лично английская королева отдавала указания вытаскивать из океана, ничего, он взял, полетел второй раз. Я думаю, что и здесь, в принципе, всё у них будет в итоге благополучно получится, так что в целом инвестиция, я думаю, будет окупаемой. Вспоминаю уж о космических полётах, буквально два слова о Тесле. Вы видите, что бумаги подзависли в какой-то момент в районе там 550-580, даже появились сообщения, что тот человек известный, который ставил в 2007 году против ипотечного пузыря, поставил против Тесла. Ну, в принципе, таких сообщений их, в них никогда не было недостатка, но, скажем так, рынок сейчас несколько осторожнее, наверное, чем обычно, вот чем раньше, может быть, с акциями Тесла. Окончательная динамика, она не проявилась в явном виде, что ли. Можно видеть, что те последние подвижки, вот в направлении вверх, которые были по Тесле, они связаны с объявленным подорожанием на две модели. Там основные Y, по-моему, как она называется, в общем, третья модель. Поскольку у меня непосредственно Теслы нету, я вам не могу сказать насчет модели подробно, но скажу, что вот это пока все, что в новостях в основном цитируется. Ну, сами понимаете, подорожание модели, конечно, свидетельствуют о спросе, да, особенно там со стороны китайских покупателей. Но, в целом, наверное, все-таки недостаточный аргумент, чтобы акции, что называется, полетели вверх, а привязка, которую сам, в общем, Маск сделал к биткоину, она сейчас работает неоднозначно, поэтому, что называется, вот выше 600, а акции взлетели, но там их пока не купили. То есть, выжидательный такой процесс, люди все-таки опасаются, как бы не было еще одного нырка, если, например, будет нырок биткоина. Хотя Маск постарался сейчас максимально отвязаться от этой темы, вы знаете, что больше не принимает Тесла биткоинами оплату, ну, сославились на то, что, значит, он недостаточно экологически добывается. Все, я думаю, тут понятно, что надо было просто какую-то над Маск сказать, хотя так бы и сказал, мне вот не нравится, что он сейчас вот падать начал и будет, а этим пока это не будем принимать. Ну, так или иначе, масса там критики, обсуждений, там два часа сам Маск отвечал, вы знаете, на прошлой неделе на всякие вопросы инвесторов, и неоднозначные были ответы, когда ему сказали там, что он может вообще продать, продав свои биткоины, существенно обрушить, он там где-то прокомментировал, что типа да, индит, там действительно могу, но это не было воспринято, значит, как то, что он продал их. Короче, вокруг вот биткоина и вообще криптовалюты и тема Тесла, они немножко завязались. Я думаю, что развяжутся со временем. Биткоин сейчас тоже, если найдет какую-то почву после вот этих попыток спуска под ногами там с уровней 25 хотя бы или 30 тысяч долларов или с какого-то НРК чуть ниже, люди явно воспринимают эту область как поддержку, те, кто в принципе рассматривает какие-то накопления в биткоине или инвестиции спекулятивные, то вот эти уровни мониторят. Соответственно, сейчас уже там почти 40 тысяч, если уйдет выше, может быть, немножко в какой-то мере полегчает и Тесле, но надо сказать, вот остальные сейчас, вот такие компании на слуху, что ли, технологичные, они поднимаются проще, у них сейчас судьба попроще, то есть они не завязали себя вот с такими вот, можно сказать, боковыми, что ли, с обочинными такими факторами. Наверное, можно очень долго обозревать в целом, что происходящее на рынке, тут много на самом деле интересного, но вот я в целом картиночку, так сказать, обозначил, сезон отчетности как такового, считайте, почти закончился, почти все, кто там можно, отчитались. Так или иначе, мне кажется, в рост легче будет сейчас идти компаниям, которые выиграют от открытия экономик, потому что явно этот процесс пойдет набирать обороты, да, если там в Америке 60% вакцинированных и начинают открываться, значит, в принципе, не за горами этот же процесс и в Европе, хотя там это все идет медленнее, но все понимают, что это будет, что вирус где-то за спиной, в общем, остается. И те, кто не добирали с этого какие-то такие внешние, что называется, события, где для компании важны, важна эмпатия именно, общение там, как в парках, там тематические, там кинотеатры или поездки, путешествия, всякие вот связанные с этими делами компании, с этой индустрией, они, наверное, могут быстрее набирать обороты, набрать то, что не добрали раньше. Но это не значит, что остальные будут продаваться. Просто, ну, портфели, что называется, у всех нерезиновые, просто вкупать весь рынок, мало кто может из себя позволить, некоторые крупные фонды. В основном инвесторы вынуждены выбирать, поэтому такие неравномерные движения по секторам возможны, но явного негатива сейчас, на мой взгляд, нет. На данный момент, хуй-хуй-хуй, ни в каком из секторов. Опять рынок заставляет задуматься, покупать или продавать. Инвест-стрим Яна Арта в прямом эфире на канале Финверсия ТВ. Итоги инвестиций в фондовый рынок весны 2021 года. Планы по формированию портфеля на лето. Политика Джозефа Байдена и как воспользоваться сложившейся ситуацией. Что происходит на российском фондовом рынке. Возможные потрясения, коррекции и обвалы на биржах, а также многое другое. 28 мая в 18.00 по московскому времени на канале Финверсия ТВ. Смотрите, инвестируйте, зарабатывайте.